МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром вылетело в арабское государство. За два дня пройдут переговоры с премьер-министром Египта. Состоится бизнес-форум. Запланировано посещение сервисных центров наших предприятий. Ожидается подписание новых контрактов и документов по расширению сотрудничества. Митинг против поставок немецкого оружия Украине в немецком Магдебурге. Участники требуют прекратить пансировать войну и впустую расходовать средства в ситуации, когда Германия переживает не лучшие времена. По данным властей, ФРГ потратила на поддержку Киева почти 35 миллиардов евро. При этом аппетиты украинцев растут. Они уже не смущаясь требуют поставок самого мощного и современного оружия, которым располагает Германия. Канцлер Шольц еще раз заявил, о передаче ракет большой дальности не может быть и речи. Простые же немцы хотели бы и вовсе не тратиться на Украину. Аман и Саудовская Аравия продолжают страдать от обильных дождей. Во многих городах улицы превращаются в бурные реки, а посреди пустыни образуются озера. Населенные пункты к подобному не готовы. Практически отсутствуют дренажные коллекторы в городах. Прежде вода быстро впитывалась в почву, а теперь часто возникают озера, которые по всем приметам сходить не намерены. Кое-где выпадает настолько крупный град, что между барханами начинают течь ледяные реки. В ряде американских штатов парад торнадо зафиксировано уже более сотни. В последние сутки особенно досталось Оклахоме. Погибли четверо, не менее сотни человек серьезно пострадали. Практически до основания разрушен городок Сальфер. А в городе Мариэт стихия уничтожила логистическую базу, которая обеспечивала поставки питания в супермаркеты региона. Чудовищный силой ветер поднимал воздух. Легковые грузовые машины позднее прицепы рушили с неба в самых неожиданных местах. Торнадо Бедокуре также и в других штатах. Комфортная теплая весна установилась в Беларуси. Завтра ночью до плюс 12, а днем до 22 тепла. На большей части территории без дождей. В середине недели погода продолжит радовать майским теплом. Температура будет повышаться. 1 мая погодные условия в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая из юго-запада Европы. Поэтому существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 10, днем плюс 20, плюс 26. В пятницу сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Однако на территорию Беларуси начнут поступать более прохладные воздушные массы северо-запада России. И в первые майские выходные местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Необычная операция по спасению. В металлическом заборе на территории гимназии номер 2 в Новополоцке заострял олененок. Как рассказали в МЧС, лесной зверек после многих попыток выбраться самостоятельно потерял много сил. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разжали элементы из заграждения и освободили малыша. Он был очень напуганный, поэтому быстро убежал в лес. Больше информации у моих коллег в 15 часов в нашем эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова